Три восьмых получается у вас, если я не ошибаюсь, да? Три восьмых, посмотрите, одна вторая это четыре восьмых, одна вторая четыре восьмых, одну восьмую Раисе, вам остается три восьмых. Я не возражаю против такого дележа, а вы, Валерий Анатольевич, не возражаете? Я не возражаю, потому что интересы своей доверительницы здесь соблюдены в вашем предложении. Все зависит теперь от позиции, ну, вот, вашей позиции, от ваших интересов, все зависит от интересов Раисы. Может быть, у него будет встречное предложение? У Раисы ли имеете в виду? Раисы это ваш доверитель. Ой, простите, у Анастасии. У Анастасии, все понятно. У вас будет встречное предложение, Аллах. Вы знаете, я как-то не очень согласна, что Роман, у вас будет три восьмых, а у меня, ну, на вторая точнее, да? Давайте наоборот. Ну, честно говоря, трудно, трудно, конечно, уступать вам, ну, ладно, я согласен, и на три восьмых, пусть будет так. Три восьмых, одна восьмая, вам одна вторая. Я, с вашего позволения, напомню, что наша с вами бесседа никому сейчас, никого ни к чему сейчас не обязана. То есть, то, что мы и вы сейчас начали что-то обсуждать, это не значит, что это будет окончательное решение. И это касается и вас, Анастасия, потому что мне показалось, что я видел какие-то сомнения в том предложении, которое вы услышали. И, опять же, это касается вас, Роман, поскольку здесь тоже, как мне показалось, возможно, я не прав, но показалось, что я не совсем уверен в этом решении. Поэтому, позвольте, к этому варианту мы, возможно, вернемся позже. Он у нас один из возможных вариантов решения останется. Да, но все-таки перейдем к обсуждению того, что вы говорили о том, что он поднимет этот бизнес. Из того, что я сейчас услышал. А что это за бизнес? Кто-то уже им занимался, кто-то был вовлечен в это производство и здесь присутствует еще? Нет, всеми делами занимался сам наследодатель. Единолично. И он создал этот завод, он его раскрутил, как говорится, поэтому вся заслуга в чистом виде его. У меня лично такого опыта нет. Я бы даже с большим удовольствием получил денежную компенсацию. Я понимаю, как трудно сейчас на рынке ВИЛ, и поэтому предпочел бы денежную компенсацию. Правильно ли я понял, что само управление частью компании вас в данном случае интересует? В меньшей степени интересует. Но если денег будет недостаточно, и мне будут предлагать справедливую долю, то я соглашусь и на этот вариант. Вы, возможно, владеете информацией? Сейчас это вот приносит кому? Нет, не владею. Прошу прощения. У меня такой точной информации нет.